Добрый вечер, уважаемые совещания. Сегодня очень интересное мероприятие и наверняка вы уже познакомились с программой и спикером, так скажем, Светлановым Александровичем Моруновым. Сегодня вы познакомитесь поближе. Я хочу сказать, что вот такое мероприятие и цель сегодняшнего нашего форума, я долго думал, сочетал, что сказать. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие наверняка и нужно, цель его окончания это собрать то, что нужно нам сегодня в городе Советский. Это решение власти, пожелания жителей и присутствия бизнеса. Архитекторы и строители, они всегда смотрят на город и на площадки, которые имеются в городе, как на пустое место. Им надо поставить дом, какой-то объект и так далее. А что вокруг и пожелания жителей, интересы, привычки, это их меньшей степени интересует. И мне хотелось бы, чтобы вот сегодня и завтра, кто записался на форум, конечно же, вот эти сочетания, у нас есть очень много интересных зданий. У нас есть очень много интересных территорий. Но нет, скорее всего, разрозненные какие-то пожелания, мечты, что и как организовать на этих площадках. Я думаю, вот два дня поработав, высказав свои идеи, предложение, аккумулировав все это вместе, наверное, все у нас с вами получится. Самое главное, чтобы это получило продолжение. И мы надеемся на то, что это действительно так и будет. И спасибо всем, кто вот сегодня, у нас немного, но все, кто сегодня пришел, у каждого из вас есть свои идеи. Эти идеи на всем месте надо сегодня воплотить. Става Александрович, вам слово. Раз. Спасибо большое. Добрый вечер. Меня зовут Святослав Мурнов. Я занимаюсь развитием территорий, городов, деревень, уже больше 10 лет. Урбанист, есть такая профессия. Блогер не является урбанистом. Многие купят нас блогерами, мы не блогеры. Мы занимаемся социальным проектированием, согласованием интересов, разработкой городских проектов. У нас сложное мероприятие, два дня. Первый день сегодня такое погружение в язык, которым можно разговаривать о городе, потому что у всех у нас разные представления, что такое город. Ну, вот, разный опыт жизни в городе. Вот, например, простой вопрос. Давайте сразу поймем, кто к нам пришел. Кто, у кого еще опыт работы в администрации? Поднимите, в администрации. Вот, администрация есть с нами. Так, бизнес. У кого есть собственный бизнес, кто работал в бизнесе? Да, предприниматели. Они сели там творческим кластером практически. Вот. Кто считает себя городским активистом? Не знаю, городским активистом. Есть люди, которые там, есть какой-то актив? Так. Кто собирается уехать из города в ближайшее время? Молодежь тебя учится. Не-е-е, Сергей, кто вот там у нас галерка? Она вот это, видите. Вот. Кто хотел бы город изменить? Кого советского? Кто советский любит? Вот так сказали. Кто советский любит? Кто хотел? Вот. Знаете, у нас разные могут быть виды деятельности. У нас разный опыт жизни в городе. Но у нас есть что-то, что нас объединяет. Но, к сожалению, чтобы заниматься развитием города, нужно научиться, ну, как бы понимать, что есть город, вот, и как с этим работать. Я здесь для того, чтобы как раз, ну, во-первых, поделиться опытом, во-вторых, в каком-то смысле сделать вам больно, ну, в таком педагогическом ключе показать, что развитие города – это, прежде всего, развитие самих себя. Потому что, вот, я сегодня был презентовать развитие, презентацию, краткую презентацию результатов исследований по-советскому. Там был, ну, кто из вас заполнял анкету? Несколько лет назад мы делали анкету, анкета жителей Советского. Кто-то заполнял эту анкету? Есть люди? Да, вполне. Так вот, там был вопрос очень важный вообще для нас для понимания, стоит ли городом заниматься или нет. Там был вопрос, в какой роли вы готовы участвовать в развитии города? Ну, и максимальный количеств анкетов – никакой. Пусть кто-то другой занимается развитием города. Но я город люблю, для меня это показатель некой такой городской усталости, не знаю, недоверия, разочарования. Ну, и вот это вот, как бы, тоже одна из таких показателей. Но я здесь для того, чтобы как раз мы с вами попробовали, во-первых, разобраться, что такое город, как он устроен. А во-вторых, и этому будет посвящена, в принципе, завтра вся часть, как научиться запускать городские проекты, которые бы оставались не на бумаге в виде презентации, но и, словно, имели бы такой характер системных изменений. Вот мы сейчас заполняли с вами карту. Те, кто к карте не подошел, могут сделать это в перерыв, либо попозже. Там есть простые вопросы. Ваше самое любимое место в городе и место, которое нуждается в изменениях, нуждается в вашей помощи. У многих людей места, которые не любят, места, которые хотят изменить, совпали. То есть, это я место люблю, но с ним что-то не так. Заброшено, не работает, либо не то. Поэтому завтра мы будем работать с проектами, формировать рабочие команды, группы. И я покажу технологию, как любую инициативу доводить до результата. Потому что очень много мероприятий, которые заканчиваются написанием идей, и все расходятся. Все думают, что если мы идеи написали, дальше администрация берет и в круглосуточных режимах начинает их реализовывать. Сейчас администрация способна поддержать любую идею, но не способна самостоятельно реализовать. Второе внимание, что хорошо, что здесь есть бизнес, потому что, в принципе, если идея не самоокупаемая, если в ней нет экономики, если в ней не создаются рабочие места для арт-менеджера, бариста, программиста, то эти места условно… то есть, эти проекты такие хорошие, красивые, но абсолютно бесполезные. Еще, кстати, тоже факт из анализа советская. Безработных здесь больше, чем предприниматель. То есть, когда вы на анкету смотрели, там, ваша занятость, я безработный. И безработных больше, чем предприниматель, ну, там, процентов на 10. Это тоже был очень такой любопытный момент. Вот, при этом город с уникальной культурой, с уникальным расположением. Вот, в общем, я здесь для того, чтобы мы вместе разобрались. Но вначале несколько материалов, таких моделей, как все устроено и какую технологию мы будем использовать для развития города. Во-первых, модель, одно из ключевых слов сейчас в урбанистики. Модель городского сообщества, модель города, модель общественного пространства, модель креативной экономики. Описывает некую систему взаимодействия, чтобы было понятно, кто есть кто и почему мы все так живем или так действуем. Первая модель, модель города, модель города. Модель города. В свое время, я, там, лет 15 назад, наверное, тоже заинтересовался таким вопросом, а что же такое город? Ну, что такое город? Краткое такое определение, что такое город? Вот, если сейчас на вас начать спрашивать, краткое, ну, что такое город? Ну, с вашей точки зрения, что такое город? Краткое. Ну, одним предложением. Населенный пункт. Населенный пункт, так. Вы как это, как воедор, смешайте. Населенный пункт, который там... Какие еще версии есть, что такое город? Место жительства. Место жительства, так. Территория. 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 Ну, вот, если молодежь, что такое город? Друзья? Любая версия, что такое город? Сообщество людей. Сообщество людей. Спасибо. Один большой механизм. Один большой механизм. Все, как бы, вот уже видно, что человек... Да, пожалуйста. Совсем недавно у нас в городе... Ну, условно. Это наш общий дом. Это наш общий дом. Тоже интересная версия. Много, но урбанистика работает, как бы, как раз... с неким общим представлением, что такое город. И город – это достаточно сложная система. И вот мы начинали свою деятельность, как раз того, чтобы объясняли сами себе, что это город. Город как минимум три пространства. Три слои есть города. Это физическое пространство, все, что сделано природой, естественное. Все, что сделано человеком, предыдущими поколениями построено искусственное. Физическое пространство нам дано в ощущениях. В советских лесу улицы, дома, инфраструктура, мосты, электричество, канализация, машины и так далее. Физическое пространство любого города достаточно легко познается. Следует только по городу гулять и немножко категоризировать, к чему относится тот или иной объект. Ага, это здание, ага, оно недостроено, ага, это дом, он живой. Физическое пространство – это первый слой города. Второй слой города. В городе живут люди. Город живут люди. Второй слой называется социальная система. Очень много людей живет в городе. Эти люди в любом случае чем-то занимаются. Деятельность. Деятельность. Чтобы осуществлять деятельность, необходимо быть частью какой-либо системы. Ну, например, администрация – это система. Множество людей работает вместе для того, чтобы принимать решения, исполнять решения, распределять ресурсы, контролировать и так далее. Вот администрация. Социальная система. Кто-то работает предпринимательством. Предпринимательство. Средний бизнес. У него есть команда, которому платят зарплату. У него есть какие-то партнеры, поставщики, точки продажи. То есть, у него тоже некая система. Малый бизнес. Ларек на улице. Бюджетное учреждение. Школа подчиняется. Есть внутренняя система. Директор и так далее. Креативный класс. Какие-то ребята сидят сидят днем в своем домашнем колокинге, пишут программу обеспечения, являются частью какой-то, не знаю, эти компании. Безработные. Люди, которые, в принципе, тоже являются. У них есть семья, у них есть там пособия, но они, вот, у них сейчас нету деятельности, но они относятся к определенным годам. Социальная система. Это то, как город, какой, какой деятельностью город занимается, в каком состоянии он находится. Вот очень непопытный момент, что у нас сто процентов населения, живущих в городе, работают в разных отраслях, занимаются разной деятельностью, но если их спросить, готовы ли вы участвовать в развитии города, чаще всего 80 процентов отвечают на постсоветском пространстве. Это не только проблема советская, это проблема всех городов. Я сейчас перед началом форума посмотрел, например, там отчеты по исследованию Пионерского, Янтарного, Светлогорского. Мы там много лет делали эти исследования. Там тоже такое очень достаточно пассивное отношение к развитию города. Они говорят, нас ничего не касается, я про чипнологию, отстаньте от меня. А 20 процентов скажут, да, город находится в сложной ситуации, надо что-то делать, надо чем-то заниматься. Теперь, это с точки зрения настроения, настроения жителей, живущих в городе. Поэтому мы жителей города делим на две такие группы. Житель пассажир, не готов ничего менять, сделать из-за меня. И горожанин. За город переживаю, город люблю, готов что-то поменять, но не знаю как. Теперь про социальные системы. Вот, например, администрация, если кто-то помнит развал Советского Союза, 90-е годы. 90-е годы кто-то помнит? Кто-то уже родился после 90-х годов, да. Ну, значит, любопытно на самом деле 90-е годы поизучать. 90-е годы, развал Советского Союза. Вот. Единственная социальная система, которая, в принципе, приняла на себя ответственность за управление территорией, была администрация. Ну, там, городская, региональная, федеральная, там, правительство. Потому что все, как бы, ну, предприятия встали, общественные организации, там, держательные государства развалились, и вся страна, вот кто помнит 90-е годы, это тоже любопытный момент такой, сажала картошку, торговала на людях. Ну, то есть, если бы не наши крестьянские корни, мы бы и страну потеряли бы, никто не знал, как вообще выжить, все бы умерли с голода. Ну, так как у нас есть у всех шесть соток, а, кстати, у кого-то есть дача, дача у кого-то есть? Дача, у кого-то проводил детство в деревне, кто, у кого есть рассада на подоконнике, ну, наши люди, вот эти люди, кто вот рассада на подоконнике, хотя в магазине еще есть, и зарплата позволяет, наши люди, не не пропадают, потому что с этой точки зрения передача традиций между поколениями, ну, это мощнейший культурный практик. То есть, вот, мой папа мне говорил, там, я за ним спрашиваю, пап, почему у нас три гаража, а не один? Он мне в 80-х год говорит, я знаю, что все, как бы, скоро рухнет, и один гараж был забит аккумуляторами и батареями, где, когда случился кризис, он все это медленно продавал, вот на это, как бы, главный инженер завода жил, поэтому говорю, а почему? Мы шесть месяцев не платили зарплату, он ремонтировал телевизор в деревне, как бы, и это, вот сейчас так вспоминаешь, что у тебя волосы стоят дыбом, говорю, точно это было с нами? Ну, это было с нами, поэтому с этой точки зрения первая система, которая состоялась на постсоветском пространстве в городах, это администрация, администрация в 90-е годы работала как МЧС, что такое МЧС? Это когда пожар, и вам нужно принимать решения за всех, вот распределять кухню, там, на молочной кухне, просить директор завода не увольнять всех с предприятия, решать вопросы с нарождающимся бизнесом, отвечать на какие-то там жалобы, предложения, и оставшись, состоявшись, в принципе, в единственном ключе, никаких городских активистов, никакого бизнеса еще не было, то есть администрация одна. Администрация фактически привыкла к тому, что решения нужно принимать самой, и самой их нужно исполнять. Вот эта ситуация сейчас подходит к концу, администрация уже всех уровней понимает, что нужно вовлекать людей, что нужно уже работать с людьми, но людям-то никто не объяснил, что это случилось-то из-за кризиса, поэтому раньше мы делали все сами, теперь мы готовы делать вместе. Поэтому, например, у нас до сих пор такое ощущение, что во всем виновата администрация, и все должна делать администрация. То есть вот во всех городах, с которыми я работаю, там сначала все говорят, это не наша задача, чья, кто это тоже делает? Администрация. Там мусор, городские события. Соответственно, у меня доход очень низкий, какой бы вы магазин ни открыли, я не могу быть потребителем ваших услуг. Причем она может они готовы получать, сколько они готовы зарабатывать, то вы удивитесь цифре, которую зарабатывает, получает наша молодежь в месяц. Это примерно цифра от 100 до 150 тысяч рублей. Все говорят, да где же вам такие зарплаты взять? Но если зарплата, то нигде. А если вознаграждение за участие в проектах, там, не знаю, один месяц 150, три месяца, потом ничего, то получается, что их доход примерно такой. Причем они тратят готовы по-другому. Вот, например, основной запрос в Советский сейчас на открытие образовательных центров, на все, что связано с появлением, там, нового, там, всяких кофейн, каворкингов или какие-то творческие индустрии, потому что если спросить молодежь, ну, вот у нас тоже множество таких интервью, куда вы будете тратить эти деньги, они скажут на себя. Я буду учиться, вкладывать курсы в английский язык, там, не знаю, какие-то, какие-то курсы. Я буду заниматься своим здоровьем. Я буду, в принципе, путешествовать, потому что я хочу вообще посмотреть мир, посмотреть вообще, что творится и найти свое какое-то местечко, либо найти там тех, кому я нужен. С этой точки зрения старые предприниматели не умеют работать с новыми запросами молодежи. Вот, например, мы находимся в парусе. В его ремонт вложили 15 миллионов рублей. А сколько денег потратили на то, чтобы здесь привелся арт-менеджмент, продюсер городских событий, не знаю, какой-то каворкинг. Человек может этим заниматься. То есть вложили деньги в оборудование и не вложили в людей. И это основная проблема. Старый предприниматель, имея ресурсы, не умеет вкладывать в людей. Он говорит, святым, что ты просто денег что дать? Ни в коем случае. Не надо давать деньги людям. Деньги люди у нас дают государство. Плохо кончается. То есть она дает такой, слушай, не работай, не учись, все нормально. Вклад инвестировать в людей – это отдельная тема. Как инвестировать в людей? Как инвестировать молодежь? Ну, например, вот кто-то, например, в Советских хочется открыть кофейню. Большой запрос, самый большой запрос, кстати, на коммерческие функции – это кофейня и кафе. Ну, почему, кстати, кофейни стали сейчас мега популярными, и кафе. То есть кофейня сигнализирует о том, что место современное, что это место общения, что в кофейне можно посетить с ноутбуком и в кофейниках, и не надо напиваться пиво и алкоголь. То есть кофейня – это как бы другой город. Вот у нас даже есть исследование, когда мы в городе анализировали наличие пивнух и наличие кофейни. Там, где кофейни – это такой деловой культурный центр. Там, где пивнухи, там, соответственно, никакой жизни нет. Люди просто компенсируют пивом и алкоголем, эмоциональное состояние, усталость, еще что-то, депрессию. Из этого людей даже если открыть кофейню, то, значит, нужно тех найти, кто готов открыть кофейню, и вместе с ними эту кофейню открыть, научив их, как минимум, считать затраты, вести учет, платить аренду, работать с персоналом, работать, там сказать, с поставщиками, работать с дизайном, научить их работать. Образование является основным способом инвестиций между поколениями. Один из самых больших запросов советских на открытие образовательных центров. В общем, образовательных центров там не школа, как бы университета, а на прикладных образовательных центров. IT, дизайн, проектирование, что-то еще, архитектура и так далее. То есть научите меня работать, зарабатывать на этом сразу же. Поэтому старый бизнес сейчас находится в кризисе, у него есть капиталы, у него есть материальные ресурсы в городе. Но так как город теряет своих людей молодых и предприимчивых, все эти ресурсы дешевеют. Вот почему бизнес советский один из самых таких проактивных, ездит на все форумы, ищет везде партнеров, потому что он понимает, что если долгое время пространство стоит пустует, что в городе надо шевелиться, нужно что-то придумать. А что-то придумать? Это сейчас старая схема не работает. То есть ты не можешь просто там сделать торговый центр, в который все побегут и будут сейчас. Торговых центров уже много. И в принципе мы уже не хотим только покупать. Поэтому бизнес сейчас в кризисе находится в том плане, что он хочет инвестировать куда-то, то есть у него есть запрос на инвестиции, он не знает в кого, как и вообще как инвестиции эти вернутся. Потому что простых инвестиций не остался. В коммерции простые инвестиции. Купил подешевле, продал подороже. В инвестициях у людей все сложно. Ты начинаешь заказывать местным. Вот мы в Ижевске, когда работали с дебой, мы им сказали очень простую вещь. Если вы хотите, чтобы город развивался, научитесь заказывать проектирование у своих, у местных. И в анкете они писали потрясающие вещи. Единственное, что у них предложение не очень. Что в городе нужно создать в первую очередь? Они говорят, завод. Чтобы было понятно про завод. Вот там сидит. Кто из вас хотел бы сейчас работать на заводе? Поднимите руку просто. А нет, есть еще люди в завод. Нам было семнадцать предприятий. Ясно. Как вы знаете? Поколение, которое подняло руку и поколение, которое хочет уехать. А кто бы и не хотел работать на заводе? Понятно почему? Что такое завод? Завод – это сложная система. То есть завод – это не просто здание и учреждение, какие-то предприятия, старки, что-то еще. Завод – это сложная система. Создайте творческий кластер, где будут дизайнеры, архитекторы, какие-то мастерские, какие-то экскурсоводы, какая-то еда, какое-то образование – это тоже будет завод. Там действительно единственное, что не будет директор завода, там будут все независимые. Но они между собой будут, музей какой-то, они будут между собой чем-то обмениваться, что-то вместе создавать и тоже тысячи человек, работающих вместе. Но по другой схеме. Просто схема будет другая. Поэтому в Советску, конечно же, хочется сложных схем взаимодействия. То есть всех здесь тянет к крупным проектам. Это понятно почему. У вас в истории очень много было вот этих заводских моделей, когда много людей, когда что-то полезное делаем, сложные продукты создаем. Все, кто пробовал сложные продукты создавать по одному – тяжело. Ты даже не можешь одной из телей сделать нормально, потому что ты специалист в чем-то, даже если гений. Три функции – нормальные, четвертая – пропала. Вот схему начертил, это спаял, а маркетинг провалил, плохая упаковка – никто не купил. Поэтому с этого точки дня, конечно, у Советска запрос на развитие такой сложной деятельности. Значит, больше всего пенсионеров принял участие, вот безработных больше, чем предпринимателей, сельское хозяйство на минимуме. Хотя территории находятся в таких достаточно аграрных условиях. То есть, никто не хочет работать в колхозе. Мало людей, но хотят работать в колхозе. Но, сельское хозяйство. А если, например, сейчас очень много раз в сельском хозяйстве идей, связанных с квадрокоптерами, автоматические системы анализа. Очень много идей, связанных с дизайном и упаковкой сельскохозяйственной продукции. Цены индустрии те же, что разрабатывают дизайн, экологический дизайн для продуктов питания, для переработки и что-то в сельском хозяйстве. На сколько вам комфортно жить в городе? Это такой вопрос с провокацией. Вот. Скорее комфортно, есть люди, которым абсолютно комфортно. В советские это радует. Вот. Затрудняюсь ответить. Скорее некомфортно, столько же, сколько и абсолютно комфортно. То есть вот у вас, вот, скорее комфортно. Этот вопрос всегда не про комфортность, потому что комфортность все понимают по-разному. Кому-то красиво, кому-то тепло, кому-то близко. Это про любовь к городу. Просто мы не можем спросить напрямую «Вы любите свой город? Нет». Либо «Да, люблю». Ну, все скажут, люблю. А как люди любят свой город? Скорее, комфортно. Я город свой люблю, поэтому я здесь еще готов что-то потерпеть. Но мне здесь все равно что-то не так. Либо там все хорошо, значит, у меня все сложилось. Значит, какие СМИ вы отслеживаете, и, конечно, сейчас все отслеживают интернет. То есть, медиа, все общение, коммуникация ушла в интернет. Вот. В паблики, в инстаграм и так далее. Но, смотрите, качество коммуникации в инстаграме и в любом чате линейное. То есть, например, почему мы не можем придумать идею? Потому что мы в чате сидим, у нас идет такая песня. Идут сообщения последовательные. Мы все находимся в каком-то, соответственно, состоянии такого потока. Когда сообщения идут последовательно, вы придумать ничего не можете, потому что для того, чтобы придумать, нужно всю информацию, и завтра мы будем с вами заниматься, выложить на один стол. Вот как работают инженеры. Они говорят, а давайте вообще всю информацию, все идеи положим вот сюда. Вот ваши идеи, ваши идеи, ваши идеи. И начнем их между собой сравнивать и смотреть. Чаты и социальные сети не могут создать действительно понимание общего проекта. Общий проект может возникнуть только на, ну, условно, как бы на доске мышления, на каком-то едином общем пространстве. Узнался все, кто придут. Мы разделимся на рабочую группу. У каждой рабочей группы будет стол, модератор и какая-то идея, как бы, там, несколько идей, которые между собой можно соединить в рамках какой-либо темы. Там, развитие общественного пространства, либо экономика и так далее. Вот, хотя, все города сидят в интернете и ждут счастья. Счастья там не будет. Там будет только эмоциональное состояние. Второй момент. Получил высшее образование инженерное, а следующим поколениям опыт передать не может. Ну, то есть, не умеет, не учился на педагога, нету площадки, где можно передать практику. Поэтому запрос на передачу формирования компетенций в городе. Причем быстрый компетенций. Вот завтрашний день у нас это передача компетенций. Я вас буду учить, моделировать проекты, составлять бизнес-модели, там, всякие творческие концепты. Потому что, если вы этого не научитесь, ну, как бы, дальше нет смысла там заниматься города вообще. Чтобы вы показали, а, да, каких общественных пространств не хватает. Ну, и все, соответственно, сконцентрировались на сущем. Дети и подростки. Для меня это тоже в группу. Активное поколение махнуло себя рукой. Нас уже не спасти, давайте хотя бы детям поможем. Активное поколение. Алло. Если в городе будет много садиков, это все равно будет город декоратирующий. Ну, как бы, хорошо, дети будут... А где экономика? Что вы будете создавать? Что вы будете производить? Хорошо, если у вас будет три садика экспериментальных и педагогический колледж, который будет на всю страну продавать образовательные программы. Тогда да. То есть, если в городе будет много подростковых центров, причем, как бы подростковый центр это будет проектировать? Вы даже их не спросите, что им нужно. Вот если подростковые спросить, они их скажут. Нам нужна комната для ТикТока. Все такие, что такое ТикТок? Ну, это вот такая крупная фигня, она светится в нее, еще будет зеленый фон, чтобы можно было там вылезать от Алии, куда-то всталить. Еще какие-то прикольные места. Но если... И вот такие многие ТикТоки допустили ошибку. Они сделали, особенно богатые ТикТоки, они сделали подростковые клубы. Подростки месяц там потусили на биндбеках, посмотрели кино и ушли оттуда. Когда я брал интервью этих подростков, они, знаешь, это пляж, да? Ну, я-то смотрел на него, как человек с воображением, поэтому я говорю, слушайте, это потрясающее место. Там хотя бы хлебом пахнет, когда ты туда идешь. Выглядит оно страшно. Ну, ладно, но... Но, если мы будем это место завтра обсуждать, то выяснится, что вполне возможно нам нужен не пляж, а нам нужно место, где много места могут встретиться с местным, где бы немного было туристов, чтобы туристов свои территории, а у вас свои территории. Потому что сейчас на туристические города страдают. Они говорят, что все для туристов, там ни для чего. Мы в Нитарном делали опрос, там еще до... когда я здесь за Ливанского, когда он ушел, там жители сказали, мэр работает на туристов, но не на нас. У нас плохая вода, нет работы, мы все ездим. То есть, как бы мэр занимается только пляжем. Ну, понятно, потому что пляж это визитная карточка, много туристов, а если местные люди недовольны, то как бы накопятся. Поэтому развитие парков и скверов это развитие отношений и развитие деятельств. Любимые места в городе, их мало. Парк и мост Луизы. Все. Для меня это вывод. Это значит, что в городе остается очень малая достопримечательность, которые действительно живут какой-то жизнью. То есть, которые, можно сказать, а что у нового создали? Потому что парк и музей явно построили не вами. Явно вы ничего не... Ни одного завода нет в этом списке, чтобы показать приезжим. То есть, скорее всего, они закрылись, развалить что-то еще. Хотя мы всегда поставили по интернету потрясающим водонапорной башни где-то там на краях. Я говорю, Водонапорная башня, надо, во! Вот это же... Вот там крышки нет. То есть, ну, потому что, значит, места достопримечательности брошены. Значит, у них нет команд, у них нет событий, у них нет жизни, у них нет экономики. Понятно, да? Что нужны? Для того, чтобы заниматься культурой, нужны другие компетенции. Не инженер, а культурный инженер. Не экономист, а менеджер по проектам. Так далее. То есть, это вопрос компетенции. Вот. Ассоциация с городом. Ну, и вот ключевой вопрос, который у меня все время во всех городах мне нравится, он такой болезненный. Кем из ныне живущих горожан вы гордитесь? Что это значит? Это значит, что в городе разные поколения, вообще, ну, там есть, там назывались фамилии, там есть 10 фамилий, которые назывались, там не кем, это просто чаще всего встречающийся ответ. Там есть фамилии, которые назывались, я могу даже там прочитать. Григорьев, Воищев, Мухитов, Савелий, Рив, ну, то есть, кто-то есть, Павков, какие-то какие-то, Пашковские, какие-то, даже Миша Пашковская, даже я знаю, например, там встречающиеся фамилии, люди-то, но, это значит, что если в городе люди друг другом не гордятся, это значит, разрушить социальные связи. Все поколения живут в своих, так сказать, кружочках, никто с другим не перемешивается, совместного, успешного опыта нет. Чтобы нас там, вот, как минимум, день города в Советске нужно спроектировать вместе. Вот придумать концепцию дня города, и цель дня города будет не сделать день города, а познакомиться. Познакомиться для того, чтобы просто понять, кто, чем живет, кто, чем готов к обучаствовать. Понятно, в общем. Социальные связи разрушены. Если социальные связи разрушены, вас, вы и так уже разъединены, то есть, у вас нету социальных связей, то есть, с вами, там, не знаю, что делать, может делать, что угодно. Одним сказал одно, другим сказал другое, все дерутся, в это время, когда все дерутся, делаешь свои дела. Потому что город не чувствует себя. Значит, медиа не работает, они разъяснили, значит, совестных проектов нет. И вот это, вот самый полезный факт, что, как бы, вот сейчас советские лидеров мнений мало, и социальные связи слабые. Поэтому, почему мы прям в любом городе начинаем там с общественной тунной цены, должна появиться площадка, где горожане будут друг другом встречаться и знакомиться. Зачем? Да чтобы они просто выдохнули, что все нормально, у всех там, свои же проблемы, там, с детьми, со здоровьем, с будущим, пространством. С другой стороны, именно из общественных пространств будут рождаться идеи и запросы на предпринимательскую деятельность. Потому что предпринимателю нужны идеи. Он, что в городе сделать, чем в городе заниматься, где экономика. Вот. Ну и вот, каких навыков, умений вам не хватает? Всего хватает, это был ответ. Чем мы готовы поделиться? Ничем. Вот. Ну и хобби, увлечение, как в деревне, спорт, рыбалка. Вот. А, нет, вязание еще. Вязание, спорт, рыбалка, чтение. Вот, у меня спасло чтение. В нижнем Новгороде чтение было больше всего. А, это было чтение и домоседство. Я говорю, а что домоседство? Город страшный, глядя неохотника. Мы же в своем районе с этим читаем. Вот. У нас в советский спорт, рыбалка, вязание, чтение и музыка. Какая рыбалка, какой спорт, какая музыка, люди про себя плохо говорят. Но уже хотя бы в городе есть хобби. В городе, у людей есть увлечение, значит, они, в принципе, живые. Для нас это показать, что, можно придумать несколько хороших культурно-коммерческих проектов. завтра этим займемся. А так, вообще, конечно же, советский год поразил тем, что никто не готов к участвовать в развитии города. Но ваша сегодня явка означает, что не совсем исследования были репрезентативным. Хотя в нем, в какой роли, в какой вашей роли в проекте, как вы готовы участвовать в развитии города, готовы ли вы участвовать в развитии города, основной ответ не готов. Готов быть участникам, чуть поменьше волонтерам, еще поменьше коммуникаторам. Но есть зато эксперты и партнеры. Ну и практически в исследовании ни один не стал инвестором. Гот развивается, когда, в принципе, участников, организаторов, коммуникаторов, инвесторов и партнеров, но экспертов по-равному. То есть, все готовы делиться компетенциями, вкладывать в проекты друг друга, рассказывать о проектах друг друга, участвовать, принимать участие в что-то еще. Вот я в Светлогорске пока об этом общественном центре помогаю ему запуститься, я проинвестировал там в семь проектов. Ну, просто дал свои деньги людям на какие-то проекты. На столяночку, какой-то проектированное что-то еще. Потому что, в принципе, у нас высокий уровень доверия. Как он возник? Мы вместе что-то делаем. Доверие нельзя вызвать слоганы. И можно только вызвать совместным проживанием опыта. Поэтому неважно, что вы делаете в Советском, что вы будете делать в Советском, очень важно, как вы это будете делать. Про технологии мы будем говорить завтра, как. В принципе, про Советский, если есть вопросы, задайте. Я вам покажу несколько примеров. У нас экран маленький, поэтому покажу. Значит, что нужно запомнить для развития города? Всего лишь два слова. Проектный семинар это способ в принципе совместного проектирования какой-либо городской изменения. Завтра у нас с вами будет в чистом виде проектный семинар. Это проектный семинар из Кемерово. Люди хотели изменить в городе парк. Мы говорим, мы научим. У меня такой вопрос. Вы говорили, что 5 человек у кого-то с Кемеровом. Возникают ли какие-то конфликтные ситуации? Постоянно. Как вы не знаете? Через модерацию. Все сойдятся за стол в приговорах. Все сойдятся за стол в приговорах и начинают думать, ну у нас нет конфликтов, мы не боимся конфликтов. Что такое конфликт? Конфликт это ты думаешь вот так, а я думаю вот так. То есть у нас разность позиций. Мы говорим, это круто, потому что в любом конфликте есть энергия. Это не ты плохой, я плохой, а значит у нас есть разные идеи. Давай сравним, чья идея лучше, для как эти идеи объединить. Поэтому из конфликтов выходит через модерацию. Давай обсудим, что нас волнует на самом деле. На самом деле работа с развитием территории это все время работа с кризисами. Кризис непонимания, кризис недоверия, кризис отсутствия компетенции, кризис отсутствия стратегии. Вот если мы с вами хотя бы часть кризисов пройдем, и вы поймете, что можно вместе что-то хотя бы думать и делать, но на следующий год у нас качество проекта будет совсем другое. Мы начинаем с простых проектов. Фестивальчик какой-то там, клуб собрать, что-то провести маленькое. То, что просто мы не доверие поднять. Если я связываю, что-то ерундой занимаешься этим, ребята. Я не занимаюсь этим, я занимаюсь тем, чем считаю нужно. Людям интересно пока вот это. Им сейчас это надоест, они начнут двигаться дальше, они начнут спрашивать, как деньги заработать, а как со смыслами работать. Понятно, да? То есть кризис это нормально. Через макаразовый. А кто модерирует? Я очень модеразовый, теперь я научил целую команду модератов. У нас есть свои, в сообществе свои модераты. Люди, умеющие задавать вопросы и понимающие, что если возникает конфликт, нужно с ним сесть и поговорить. Но очень важно, вопросы на разговоре и тема разговора. Если тема разговора накажем Сергеем, ведет себя плохо, никто не придет. Что-то не тема для диалога, это порка. Если рефлексия ситуации, давайте разберемся, в чем происходит, конфликт какой-то. Все проговаривают свои эмоции, проговаривают свои опыты, причем мы же учим, как разговаривать. Говори, что ты чувствуешь. Никто виноват, а что ты чувствуешь. Ребята, мне было неприятно. В чем суть? Слушайте, я думал так, как оказался вот так. Кто виноват? Сам. Все, человек проговорил, ему стало легче. Все, в этом случае, умение разговаривать по-другому и делать из нас гаража. Город, это конфликт. Все разные, все из разных деревень, все с разным бэкграундом. Здесь наоборот, энергия горда, чем больше разных людей, тем город интересен. Поэтому всегда ходит, было много разных храмов, много разных церквей, много разных рынков, чтобы люди были разные, чтобы город держался на рынках, на вот этом обмене, на разных культурах. Деревня всегда моно-монолитная. Понятно, то есть конфликт, это хорошо. Мы имеем в себе работу. Еще вопросы? Есть. Вот вопрос, да, пожалуйста. Святослав, вы сказали, что в городском музее желательно, чтобы был зал предпринимательства. Как вы думаете, что там должно быть или посоветовать? Ну, выставка, разговор про предпринимателей, не зал предпринимательства, хотя бы какая-то экспозиция про предпринимателей. Но как минимум, там история вот этих первых предпринимателей города Советского уже после Советского времени. То есть вот с развалом Советского Союза новые предприниматели. Желательно с какой-то вот, ну, как бы, мы не умеем рассказывать про людей. Вот я работаю в Крымическом музее, всегда тяжело рассказывать про наше время. То есть вот современность как бы всегда еще скользает. Потому что непонятно, как рассказывать так, чтобы, ну, во-первых, человеку, потому что у него уже не только что-то хорошее было в жизни, что-то случилось и плохое, какие-то были проблемы, как это описать? Почему еще важно, например, роль писателя во всех этих историях, журналиста, профессионального краеведа. Потому что краевед может жизнь человека так разложить, что никто не сядет в тюрьму. Ну, то есть, краевед отличается от следователей, да. Потому что у нас, например, выставка предпринимателей до сих пор в России нет ни одной нормальной. Я много где-то пытался запустить. Все выясняются, что, ну, как бы, все готовы говорить общим словом. Все нормально. У меня был проект. Расскажи, в чем суть. А вот история предпринимателей выглядит примерно так. Свят, у нас был вагон Иридия. Я говорю, это редкоземельный материал? Да. Мы его поменяли на три вагона итальянской жвачки. Так начался наш бизнес. Я говорю, а как поменяли? Ну, об этом лучше пока не расскажут. Ну, то есть, вот как бы я сделал выставку? Человек без лица, вагоны Иридия. И с этого начнем. Да, и потом мы можем завтра подумать над вопросами. Потому что это очень важно какие-то вопросы сказать. Например, там, какое влияние вы оказали на развитие города? Что благодаря вам в городе появилось? А что исчезло? Вот, а что бы вы сделали по-другому сейчас с учетом своего опыта? Вот это был как бы хороший вопрос. Вот с реальностью. У нас все время светлое прошлое и светлое будущее. А вот здесь сейчас 20 лет где-то живем непонятно. Поэтому краеведение это стратегия. Музей это вообще стратегический объект. Потому что музей либо вдохновляет меня и говорит, у нас много всего есть, возьми, вдохновись, научись этим работать. Либо, ну, как бы, просто говорит о том, что у нас все было хорошо. Мне очень интересно то, что вы рассказываете. Знаете, просто душу греет то, что вы слышали. Много, ну, немало лет, назад мы я сам там уже в возрасте человек просто присоединился к молодежи для того, чтобы наладить именно взаимодействие жителей города с властью. С администрацией? Власть по Конституции все еще дружит народу. Я же читаю Конституцию. Я имею в виду, что вы говорите так, как должно быть. А я говорю так, как оно есть. Потому что есть власть. Хорошо. Вы сказали, а есть и другая власть. И вот представитель власти сидит, да. Представитель власти? Да, да. Это депутаты. Вот поэтому я говорю, и нас не услышали, нас не поняли. То, что вы сейчас рассказываете, это мы еще пытались сделать молодежь, инициативно, для того, чтобы город сохранился, предприятие сохранилось, и прочее. Но, к сожалению, все, что вы говорите, я боюсь, что... Я вот сегодня еще тем был на одном семинаре, да, там рассказывали про группу. Все у нас очень... Анастасию я знаю, да, многие молодежи я знаю. Вопрос. И все... Все вот так. Каждый занимается своим, но нет кулака. Нет кулака, и не будет силы. Понимаете? Мы вот, то есть, разродицы не понимаем друг друга. Или не мешать реализации ваших планов. Ну, на самом деле, как бы, я же работаю с реальностью, поэтому, в чем причина основных городских конфликтов? Неважно, кто их продуцирует, либо администрация, либо бизнес, либо активисты. Всегда причина конфликтов простая. Кто-то, там, администрация, бизнес, активисты, команда, придумала за всех что-то общее, классный проект. Причем проект у них называется презентация, чаще всего. Вот мы тут что-то придумали. Потом с этим проектом приходят в публичное пространство города. Ребята, придите, скажите, какие же герои, вот эти герои, я их называю герои, все остальные такие же герои в городе, тоже могли бы придумать, но вы их не позвали сюда, поэтому они говорят, проект ерунда, сделай все, чтобы у тебя проект не получился. Еще это сделайте побольше красников в проекте. Ну, это колхоз, потому что, смотрите, такой момент, очень важный.